Теперь заводим мы движки, друзья. Здравствуйте, вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна.ФМ в эфирной студии Александра Хайрулина. Роман Шахов и... Слушай, ну надо с правильным выхлопом гудеть, мы с тобой еще это не умеем. Друзья, сегодня у нас в гостях судья и организатор соревнований по автомобильному спорту, заместитель спортивного директора трассы Moscow Raceway Борис Телегин. Борис, привет огромнейший. Да, всем добрый день. Спасибо за то, что пришел, тема очень классная, крутая. Мы хотим сегодня поговорить с тобой и о трассе, первой и единственной в России, кстати говоря, такого уровня и масштаба, так же как и телерадиоканал Страна.ФМ первый и единственный в России. Ну и, конечно, о предстоящем грандиозном событии, который грядет в июле с 20 какого? Расскажи нам, пожалуйста, 21 по 23, все правильно? Да, правильно. Супергонки ДТМ. То, что касается нашего единственного большого мирового события, которое мы ждем в июле, это уикенд с 21 по 23 июля. Это, наверное, самый популярный кузовной, самая популярная кузовная серия в Европе, самая технологичная серия, одна из самых технологичных серий в мире. Кузовной, это что? Не все знают, наверное, да? Но, если мы обратим внимание на автомобильные гонки, есть гонки Формул, машины с открытыми колесами, и есть автомобили кузовные, те, которые очень сильно напоминают машины, которые мы видим на дорогах общего пользования. И вот кузовная серия, это как раз гонка машин, которые напоминают такие стандартные машины. Там все по-другому, там каркас жесткости, да, наверное? Если говорить об автомобилях ДТМ, то там абсолютно все по-другому, то есть она только издалека напоминает машины серийные. Ребята, я предлагаю об этой гонке поговорить еще чуть позже, обязательно подробно, и не раз при чем вернемся. Но давайте мы расскажем нашим слушателям и зрителям, которые, может быть, так немножечко далеки вообще от этой трассы и от знаний, что в городе у нас есть. Да, они больше по библиотекам, они больше слушают песни хорошие, личные, душевные. Ну да, что-то такое. Итак, в 2012 году, да, у нас в Москве появилась трасса Moscow Raceway. Архитектор тот, который построил не одну трассу для Формулы-1. Все, наверное, построили. Ну не все, но большое количество в мире автомобильных мотоциклетных автодромов спроектированных Германом Тильке. Это очень знаменитый немецкий архитектор гоночных объектов. Ну в том числе он проектировал и нашу трассу, которая находится всего лишь в 70 километрах от Москвы. Волоколамское направление. Да, Новорижское направление. Мы находимся между деревней Федюково и Шелудьково Волоколамского района. Есть сайт, где можно все это узнать. Да, подробности на нашем сайте можно узнать как о нашей трассе и о всех мероприятиях, которые у нас проходят. А их проходит там огромное множество. И вот уже с 2012 года. Различные гонки, да, мирового уровня в том числе. И гонки тоже. Мы настоящий спортивный объект, многофункциональный, на котором помимо соревнований проходит просто огромное количество мероприятий. Это какие-то тест-драйвы, презентации, работы школы. Рассказывай, рассказывай, да, вот что. А также одно из самых популярных мероприятий, которые мы проводим, так называемые трек-дни, да, вот хотел перейти к ним. Это такое давнее развлечение, придуманное в Англии, когда у каждого желающего есть возможность на своем собственном автомобиле, абсолютно серийным стандартам, прокатиться по-настоящему гоночному треку. Скажи, пожалуйста, вы как-то готовите людей, говорите, ребят, не как в городе, надо в поворот по-другому ходить, какой-то инструктаж. Естественно, есть некий набор документов, с которыми мы обязательно ознакомливаем наших участников. Также есть брифинги, инструктажи по безопасности, как. То есть самое главное требование для пребывающих на любом спортивном объекте – это соблюдение правил техники безопасности. И трезвое состояние. Обязательно. Да. А это один из пунктов этих требований. Нет, это все-таки, значит, гонки на своих собственных автомобилях. Вы не предоставляете, у вас нет никакой гоночной машины, на которой вы хотите... Ну, вообще, такие услуги существуют. У нас есть очень большое количество партнеров. Опять же, о них можно узнать из информации, опубликованной на нашем сайте, moscuraisv.ru, подробное расписание наших мероприятий, календарь наших мероприятий. Все-все, полный спектр информации есть на нашем сайте. Также там есть контакты, по которым можно связаться с нашими представителями. Пока сейчас наши слушатели и зрители пойдут на сайт, мы перейдем к музыкальной части эфира «Страна.ФМ». И очень скоро продолжим общаться с нашим гостем. Друзья, пока винтажьте радиоканал «Страна.ФМ» и давите на газ. Давите, давите, давите. Аккуратно, да. Соблюдайте. Мужчины и женщины, если скорость у вас в крови или, может быть, вы чувствуете, что хотели бы погонять, но как-то вот еще пока до этого не дошли, смотрите и слушайте «Страна.ФМ». Мы подскажем, где можно реализовать этот потенциал. А у нас сегодня в гостях заместитель спортивного директора автодрома Москва «Рейсуэй» Борис Телегин. Продолжаем общаться с Борисом. Поговорили немножко о трек-днях, так называемых, смысл которых в чем, друзья? Мы с вами можем на своих личных автомобилях, у кого есть, приехать или взять у соседа, что, наверное, даже лучше. Ну, мало ли что. У соседа тоже можно приглашать. Да. В конце концов, если вы волнуетесь, что нет необходимых навыков, можно же эти навыки почерпнуть у вас там. То есть мастер-классы какие-то существуют? Да, конечно. У нас очень много партнеров, которые занимаются как раз этим спектром услуг. То есть они предоставляют технику, предоставляют инструкторов, некое обучение. Причем у этого обучения есть различные цели, как контраварийная подготовка, да, то есть ознакомительные занятия со современными автомобилями, да, чем занимаются в основном школы, которые представляют различные марки автомобильные. Да, когда вы покупаете дорогущий автомобиль, напичканный огромным количеством каких-то электронных систем, вспомогательных. Но как этим всем пользоваться и в каких условиях, как раз это можно подчеркнуть на занятиях, в том числе и на нашей трассе. Это здорово. Можно заняться автомобильным спортом. То есть есть огромное количество... Любительский какой-то? Конечно, есть огромное количество команд гоночных, которые также готовят спортсменов, дают возможность потренироваться на... Где об этом можно узнать? У вас на сайте или какие-то группы ВКонтакте? На нашем сайте перечислены наши партнеры, а на нашем сайте есть контакты, ну, наши инфослужбы, да, через которые можно связаться с такими представителями, проработать, продумать для себя какую-то программу, да, и понять, что именно вы выберете для себя и пытаться это использовать. Друзья, вот наш замечательный гость Борис Селигин, между прочим, еще является президентом клуба «Маршалов». Многие, конечно же, в первую очередь думают, что это фан-клуб Александра Маршала возглавляет Борис. Но, как мы узнали сами за три минуты до эфира, это не так. Чем занимается клуб «Маршалов»? В общем-то, «Маршалы» — это люди, роль которых в автомобильных и мотоциклетных гонках просто играет огромную роль. Из них невозможно ни одно событие, ни одно соревнование, проводимое на трассе, то есть это... Заметьте, так говорят вообще все люди всех профессий. Без бухгалтера вообще невозможно ни одно предприятие. Ну, слушай, бухгалтер и «Маршал», как звучит это? Это руки и глаза спортивного управления движением по трассе, то есть это люди, которые работают непосредственно на трассе на улице, то есть они готовят эту трассу, они ее поддерживают в ходе мероприятия. Это, как правило, люди, которые в оранжевой форме работают. Первый, первый, сопровождаем автомобиль. Да, и огромная часть работы выполняется этой службой, когда что-то пошло не так. Все мы понимаем. Безопасность и менеджмент такой, да, получается? Да, да. Достаточно большой штат. Во всяком случае, как написано на вашем сайте, что на автодроме «Москва Рейсвэй» 78 человек, или уже их больше, маршалов. Автодром «Москва Рейсвэй» рассчитан на соревнования различного уровня. Есть мероприятия, когда мы справляемся четырьмя десятью маршалами, а есть мероприятия, когда их приходит 350. Даже так? Можно ведь вступить в клуб маршалов на сайте, опять же, информация, правильно? Да. Какие требования, Борис? Что там? Прежде всего, это желание заниматься и помогать проводить спортивные соревнования. Это совершеннолетие и возможность приезжать к нам на гонки. А со своей стороны мы готовы помочь как с обучением, так и с аттестацией. Эти люди должны обладать некими навыками и обязательным набором документов, которые получаются в видовой федерации. То есть, если мы говорим о автомобильном спорте, то это федерация автомобильного спорта. То есть, если мы пацихлетные гонки, то это федерация с пацихлетом. Ребята, у меня такой вопрос неожиданный. Борис, отвечать нужно не раздумывая. Какая трасса лучше в Сочи или в Ваши, Москоры? Их очень сложно сравнивать. Сочи — это городской автодром, предназначен только для автомобильных соревнований. Мы многофункциональный, универсальный автодром как для авто, так и для мото-гонок. А в Нижнем Новгороде как вот трасса? В Нижнем Новгороде тоже трасса, вполне замечательный трек для национальных соревнований. Чемпионат России. В Смоленск, по-моему, есть еще трасса. Смоленск, Казань. Ну вот тогда давайте перейдем к предстоящим гонкам, которые грядут мирового уровня, масштаба с 21 по 23 июля. ДТМ, гонки ДТМ, кузовные гонки. Все правильно говорю, да? Я наконец выучу. Билеты есть на сайте, есть все это можно почитать, все можно... Билеты продаются у нас в центральном офисе в Москве, где это все находится, тоже можно подчеркнуть на сайте moscowraceway.ru. Билеты продают партнеры. Онлайн можно купить билеты? Практически все, кто занимается продажей билетов, представляют наши билеты на это соревнование, которое будет 3-й выходной июля. 3-й выходной июля, да, кстати, так очень просто. Мы нашли список участников этих соревнований, и там одни иностранцы. Это мировая серия. И на немецких автомобилях. И неужели никого нет из наших? Нет. Был. Ни одного Ивана, ни одного Макара, Степана. Был участник от России, который выступал... Что с ним случилось, куда он делся, друзья, предлагаю узнать чуть позже, мы прервемся ненадолго и продолжим общаться. Оставайтесь компанией страны FM. На этой интригующей информации мы вас оставим ненадолго, друзья. Снова нам зеленый свет, дорогие друзья, Борис Телегин в гостях у телерадиоканала Страна FM. Если вы любите погонять, если думаете, где бы это можно реализовать, то слушайте, смотрите сюда. Слушайте, смотрите сюда и отправляйтесь на автодром Moscow Raceway. Мы некоторое время назад рассказывали о том, что там состоятся гонки мирового уровня ДТМ, кузовные гонки 21-23 июля. В основном там иностранцы говорили, да. И вот Борис нам стал рассказывать, что был там один российский участник, а кто он и куда делся, мы как раз хотим узнать сейчас. Ну, этот российский участник очень известен в мире автомобильного спорта нашей страны. Это Виталий Петров. Ну, конечно. Это пилот Формулы-1, да. У него есть сезон участия в серии ДТМ. Один сезон. Он ехал за марку «Мерседес». Ну, к сожалению, по различным причинам он не продолжает выступление в этой серии. Сейчас перешел в другую серию, участвует в гонках на выносливости. Как российским туда попасть, пилотам? Что для этого необходимо делать? Есть ли ваши шансы, есть ли потенциалы? Сколько нужно посетить трек дней на автодроме, чтобы стать участником? Все сильно сложнее, сильно серьезнее. Здесь требования к водителям. Это международная лицензия АА. То есть до этого нужно очень много чего выиграть, чтобы вас рассмотрели как кандидата. С чего начать? С картинг-клуба? Ну, просто вот, может быть, у кого-то дети хотели бы поучиться. С велосипеда и самоката, Рома. Это понятно. Для того, чтобы стать пилотом ДТМ? Ну, да, конечно. Почему нет? Ну, наверное, с раннего детства заниматься этим видом спорта. Действительно, с картинга. А есть ли у вас какие-нибудь детские клубы, юношеские, может быть, юниорские школы? Отец двоих детей, двух сыновей интересуется. Ну, слушайте, не только я, да. Многим же интересно. Как вырастить? Я за Россию переживаю, чтобы у нас были достойные спортсмены, выступающие. За Россию жку боитесь? Конечно. Нет, у нас на трассе непосредственно школы нет. Мы все-таки уже проводим соревнования для готовых пилотов, для состоявшихся участников соревнований. Борис, у меня чисто человеческий такой вопрос и любопытство. Ты огромное количество провел соревнований гоночных. Ты в том числе и организатор, и судья, и вот, пожалуйста, тебе и президент клуба маршалов, и заместитель спортивного директора. И, в общем, в этом деле, если можно так выразиться, уже очень-очень много лет. А как в твоей жизни появились гонки автомобильные? Это абсолютно случайная история, которая началась в 18-летнем возрасте. Я тогда жил еще на юге России. Где ты жил? Ну, скажи, юг-то. Я жил в городе Туапсе. Вот сейчас туапсинцы нас смотрят, слушают. И однажды друзья по клубам, по кружкам в Десаафе пригласили посудить гонки, которые проходили тогда на Черноморском побережье в дисциплине горные гонки, это подъем на холм. Ну и вот первый раз я попал, увидел это все своими глазами изнутри, что называется. У тебя никакого опыта не было? Или как это вообще? Где такой опыт приобретается? Со стороны судейства нет. Дальше, когда зацепился за всю эту историю, были попытки заниматься автомногоборьем. А желание в ВУЗ поступить было? Как пилот уже был. Да, да, да. Есть некий опыт выступлений в ралли, но в какой-то момент я понял, что достаточно поздно я начал всем этим заниматься. И, наверное, будет больше толку с меня с другой стороны лобового стекла дать возможность безопасно участвовать с другим людям в этом. Где-то учат, чтобы стать судьей. Я начинал с того, о чем мы говорили ранее. Я был обычным маршалом, который работал на соревнованиях в различных дисциплинах. Очень сильно это все меня затянуло. Очень сильно эта история мне все понравилась. Я волонтером объехал просто огромное количество соревнований в нашей стране и не только в нашей стране. А далее меня уже как человека, понимающего в этом вопросе, начали приглашать на более старшие должности в судейской работе, в организационной работе на соревнованиях. И таким образом... Поднялся по карьерной лестнице. Дорос, да, да. Вот такой вот должности, куда меня, собственно, в 12-м году и пригласили работать. Именно в 12-м году, когда я открылся автодром в Москву, то есть с первых дней работы Борис Селегин там трудится на всех поприщах. Друзья, мы обязательно продолжим наше общение с гостем. И, кстати говоря, обязательно будьте поблизости. Если вдруг вы нас слушаете по каким-то уважительным причинам, лучше включайте скорее телевизоры, потому что скоро посмотрим видео. Очень интересно. Да, мы уже телерадиоканал, конечно. Поехали, дорогие друзья. Вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна-ФМ. Мы смотрим на мир автомобильных гонок. Сегодня совсем уже другими глазами. Мы многое узнали. Большое спасибо Борису Телегину. Да, мы сегодня всех вместе с Борисом, с нашим гостем, приглашаем усердно на автодром Москва у Рейс Уэй. Желательно все-таки уж там 100% оказаться с 21 по 23 июля, потому что 3-е, да, выходные июля, как правильно сказал Борис, потому что там пройдут гонки ДТМ. Вот хотели подробнее узнать о чем, об этих гонках. Ну что за машина-то там, да, вот просто интересно-то. С технической точки зрения вообще. ДТМ — это немецкая аббревиатура, которая расшифровывается как Deutsche Touring Wagenk Masters. Чемпионат берет... Корни этого чемпионата уходят в далекий 1984 год. Тогда это был чемпионат среди любительских команд, частных команд, которые строили автомобили и пытались помериться... Производители решили собраться и потусить сами, кто лучше, да? И соревновались на гоночной трассе. А теперь это поле сражения трех немецких брендов. Это компания BMW, Mercedes и Audi. Ух ты! С этого года у них есть небольшие изменения в формате соревнований в количестве автомобилей, которые представляет марка. Теперь это по шесть автомобилей от каждой марки. Соответственно, всего едет 18 пилотов. И тут очень бы хотелось отметить плотность результатов в этой серии. То есть, например, если говорить о предыдущих сезонах, проведенных на Moscow Raceway, результаты квалификации на нашей трассе являются таковыми, что от первого до тогда еще 24-го места, в прошлом году участников было больше, автомобилей от каждой марки было больше, а все эти участники находились в пределах одной секунды. То есть одна секунда была от первого до 24-го. Ай-яй-яй-яй-яй. Предположить, кто будет победителем заранее. Абсолютно нереально. Мощность, объемы двигателей, полный привод, другой привод какой? Если мы говорим об автомобилях, то это внешне напоминающие машины Audi RS5, BMW M4 и Mercedes-AMG C-класса. Это 8-литровые, пардон, 4-литровые, 8-цилиндровые V-образные моторы и мощностью 500 лошадиных сил, только задние, только заднеприводные автомобили. В общем, это зрелищно, друзья. И очень равные по силам пилоты, да. То есть в этом году серия DTM изменила формат всего уикенда. Если говорить о первом событии, которое было в России на нашей трассе в 2013 году, формат был следующий. В пятницу были тренировки, в субботу была квалификация, в воскресенье была основная гонка. С 2014 года пошла практика проведения двух гонок в рамках одного уикенда. То есть первая гонка была короткая, 40-минутная, без питстопов. Так называемый спринт, когда команда мало чем уже может помочь пилоту после выезда на линию старта. Вторая? Вторая гонка была с обязательным питстопом, когда есть командная тактика между пилотом и его боксом обслуживания, да, когда сделать вовремя, что сделать, на какие настройки перейти. С этого года ДТМ перешел на новый формат, две гонки теперь одинаковые. В субботу и в воскресенье гонки обе 55-минутные, а обе с обязательным питстопом. То есть это все очень интересно. То есть если у вас нет возможности пробыть все три дня у нас на трассе, посмотреть первый день тренировок, можно приехать в любой из дней в субботу или в воскресенье. И полноценное шоу. И полноценное шоу, увидеть полностью формат соревнований. Потому что вы увидите квалификацию и увидите саму гонку. Ребят, я вот сейчас предлагаю все-таки нам посмотреть видео, которое у нас есть. Это, скорее всего, 2016 год, но Борис сейчас точно нам скажет. Такие же гонки ДТМ, Moscow Raceway. Попросим наших режиссеров запустить это видео. И, конечно, для тех, кто по уважительным причинам нас слушает, вы, друзья, слушайте наш комментарий. Борис, прежде всего твой, конечно. Конечно, значит, что мы это... Ну, красиво, мчат там, видишь, фарами мигают. Ну, это... Первые кадры были не на нашей трассе. У нас с другой стороны питвол. Так, ладно. ДТМ насчитывает... Девять этапов в этом году. То есть в прошлом году их было тоже достаточно большое количество. Они проводятся на разных трассах. А, вот оно как, значит, ну... Майк Рокинг... До этого был Майк Рокингфеллер на экранах. Это был победитель первого в истории российского этапа. Вот это уже мы. Это прошлый год. Сырая трасса, да? Не повезло в первой гонке с погодой, да. Да, погода какая. Но, тем не менее, в автомобильных гонках дождь вносит свои коррективы в тактику, в стиль управления, в настройки автомобиля. И здесь как раз хорошие кузовные гонки, потому что там закрытый автомобиль как раз находится. Да, ну, это все. В большинстве автомобилей и формулы тоже пилот не чувствует дождя. Да. Ну вот, спасибо. Огромное видео посмотрели, друзья. Третье выходные июля. Трасса Автодром Москва-Рейс-Уэй по Новорижскому шоссе. Давай расскажем, Борис, как добраться можно. Ну, на автомобиле, понятно, карта там можно, да? Добраться до нас можно на своем личном автомобиле. Мы готовы на наши внешние парковки абсолютно бесплатно во время мероприятий поставить 12 тысяч машин. Прилично очень. То есть это большое количество парковочных мест. Находимся мы на 95-м километре Новорижского шоссе между деревнями Шелудьково и Федюково Волоколамского района. Ох, как счастливы, мне кажется, жить в этих деревнях. Но можно приехать не на автомобиле, можно воспользоваться услугами железнодорожного транспорта Новорижского направления, Рижского направления. То есть ближайшая станция к нам – это станция Чисмина, буквально несколько километров. И во время больших событий, таких как ДТМ, у нас бесплатные шаттлы от станции до трассы и, соответственно, обратно. Питание, какой-то досуг может быть там для детей, если дети поехали, дети устали, как в этом плане? В этом году первый раз у нас будет практика проведения ДТМ без гонки поддержки. Соответственно, будет просто огромное количество различных активностей в паддеке в месте стоянки команд. Будут различные презентации, будут работать различные экспозиции от марок, участвующих в соревнованиях. То есть можно посмотреть машину? Будут детские площадки, будут автограф-сессии, будет прогулка по пит-лейн, можно увидеть вживую, как механики тренируют пит-стоп, когда достаточно быстро меняют колеса на автомобиле. Кстати, в ДТМ вполне сильно конкурируют с сменой колес в Формуле-1. Тоже 2,3 секунды. Это нормальный норматив для смены четырех колес на машине. Заметьте, что используют гораздо меньшее количество механиков при этом. Молодцы. Борис, скажи, пожалуйста, а вот жители близлежащих деревень, о которых чуть ранее не упомянули, они уже вешают объявления, там, сдаются жилье на момент соревнования. Они как-то уже придумали вот этот себе бизнес? Есть информация у вас? К сожалению, маленький не мой спектр ответственности. Я все-таки больше за спорт на этом объекте. Поэтому со своей стороны могу сказать, что участвую в разработке шумовых экранов от соседних деревень. Потому что, ну, там хорошо, хорошо. Это должна же быть возможность людям приехать на все три дня, где-то остановиться и расположиться. Да, и, кстати, уже раньше упоминали, да, то есть тоже не хотелось бы обделять представителей другого вида транспорта. Мы проводим трек-дни, в том числе и для мотоциклистов. Об этом мы поговорим чуть позже. У нас сейчас одна артистка просится на выступление. Давайте-ка дадим ей возможность. Минус 140. Земфир и телерадиоканал «Астрайная Фин». Друзья, мы обязательно продолжим общаться с нашим гостем. И мы еще побольше узнаем о Moscow Raceway. Дорогие друзья, вы слушаете и смотрите нас сегодня с особым вниманием, потому что чувствуется, что в крови у многих есть драйв, кураж. Где его выплеснуть? Ну, не у речки же сидя просто так. На автодроме Moscow Raceway. На гонках ДТМ. Третье выходное июля с 21 по 23. Вопрос, Борис, нашему гостю Роман Ша прислал. Вопрос, а будут ли на гонках Грид Гёрлс? Обязательно. Такие гонки, как ДТМ, не проходят без этого немаловажного момента в автомобильных гонках. Значит, кто принимает участие, какой кастинг есть или нет, или просто их приглашают? Ну, это есть определенное агентство, то есть там девушки должны понимать, что происходит, в какой момент соревнования. Девушки должны разбираться в автомобилях. И должны быстро бегать, мне кажется, уметь на всякий случай. Я думаю, девушки должны разбираться в пилотах. В пилотах, да? Вот даже так. Любопытно. Мы, кстати, стали говорить о мото-гонках, которые также проводятся на вашем автодроме, да? Да, не хотелось бы обделить вниманием и этих представителей другого транспортного средства. Мы проводим также соревнования и по мотоспорту, а также проводим трек-дни для мотоциклистов, куда тоже можно приехать и попробовать свои силы на мотоцикле на нашей трассе. Ну, тоже достаточно интересное занятие. В общем-то, всех приглашаю помимо соревнований ДТМ на нашу трассу в рамках расписания мероприятий наших трек-дней, когда можно абсолютно безопасно, правильно попробовать свое транспортное средство в полную силу, на полную мощность. У мотоциклистов тоже есть возможность как-то подучиться, да? Обязательно, работают школы, мотошколы повышения водительского мастерства, профессиональные гоночные команды, с которыми можно заниматься именно профессиональным мотоспортом. Всю эту информацию можно получить на наших контактах, на наших сайтах. Есть ли какая-нибудь гостиница? Например, приехал в субботу, чтобы переночевать и в воскресенье продолжить? На территории нашей автодрома, к сожалению, гостиницы нет. Есть в ближайших городах, населенных пунктах, об этом можно тоже ознакомиться с этим. То есть, зоны здесь недалеко съездят? Ну, можно и палатку поставить. Да-да-да, точно так же приезжают люди с моторхомами, приезжают с палатками, приезжают с домами на колесах. И, в общем-то, все условия, все коммуникации мы готовы предоставить на наши территории. Друзья, вот эти вот гонки, которые будут с 21 по 23, гонки ДТМ, мы уже поняли, что они реально крутые, мирового уровня. Естественно, будет вести съемка. Снимают немецкие, да? Да, снимают телеканал, который ездит с этой серией весь сезон, и дальше свои права передают различным каналам. И, как нам Борис сказал по секрету, немецкие операторы очень любят красивых, очень любят ярких. Участников, участницей зрителей. И, собственно, тех, кто располагается в палатках. В общем, так что, если хотите оказаться на мировых спортивных телеканалах, вы тоже должны обязательно отправиться. А потом стать рекламным лицом какого-нибудь бренда, а почему нет? Почему бы и нет, конечно. А, кстати, еще должность, вот тут Грид Герлс, как-то там хоть какая-то вакансия есть, можно попробовать? Ну, это нужно обратиться в агентство, которое занимается подбором этих девушек, да? В общем, мы поняли с Сашей, что можно нам, нам просто обычным людям, приехать, попробовать себя на автомобиле, на мотоцикле. И, кстати, есть мотоциклы в прокат, попробовать? У спортивных команд есть мотоциклы в прокат, точно так же о них есть информация на нашем сайте. Да, и сайт moscowraceway.ru, друзья, здесь есть как раз полное расписание всех событий и мероприятий, которые планируются на лето, на осень. Здесь есть и как раз трек-дни, потому что это не каждый день происходит, да? Потому что какую-то часть, конечно, соревнования спортивные отбирают. Да, помимо этого проводятся различные коммерческие мероприятия, связанные с различными марками. Автомобильными, корпоративные мероприятия, да, очень популярное направление на нашей трассе. Различные компании привлекают тест-драйв-агентства и проводят корпоративные мероприятия, чтобы интересно по-новому для себя провести время. А вот зимой заливаете, по льду гоняете, есть такое у вас? А зимой мы тоже проводим мероприятия на нашей территории, но не непосредственно на гоночном полотне, а на наших парковках и в нашем паддоке. Ну, это связано с условиями хранения нашего асфальта в наших климатических. Я смотрю на Бориса все время, очень красивый вот этот логотип, Московый рейсвей, рубашка специальная, у вас же есть магазин даже на сайте, есть уже какая-то специальная атрибутка, одежда. Есть магазин на сайте, есть магазин на территории, можно, как и на любой трассе такого уровня, приехать и купить сувенир, чтобы увезти с собой память на память. Борис, приведи примеры сувениров, что можно купить, например, покрышку какую-нибудь красивую, руль для автомобиля, кепку, футболку, чашки. Ну, это какие-то аксессуары, как ручки, браслеты, медальоны, чашки. Друзья, ну ладно, это уже лирика, давайте еще раз тогда о главном. Итак, трасса, автодром, Московый рейсвей, 95-й километр Новорижского шоссе. Да, примерно 77 километров от МК. График работы. Открыты мы для наших гостей практически круглосуточно. То есть как, серьезно? У нас нет практически свободных дней на трассе, то есть мы обслуживаем трек. Расписано все? Почти вся работа выполняется по обслуживанию ночью, расписаны все дни, поэтому просто есть дни, когда наши двери открыты для всех посетителей. Ну, естественно, если проходят корпоративы, то туда пускаются. Ну и помните, пожалуйста, о том, что 3-е выходные июля, 21-е, 23-е, мега-крутые гонки, ДТМ. Отправляйтесь, если будет такая возможность, с детьми, с друзьями, знакомыми. Места там всем хватит, как сказал нам Борис, 40 тысяч, они могут легко и даже больше. 12 тысяч парковка, да. Борис, спасибо огромное, было невероятно интересно и будет, мы теперь обязательно приедем. Борис Телегин, заместитель спортивного директора автодрома Moscow Raceway. Судья, организатор множества соревнований, ну и, мне кажется, вот тоже один из главных сотрудников этого самого автодрома. Спасибо еще раз огромное. Спасибо вам. До новых встреч. Еще больше ярких международных соревнований, очень много посетителей. Давайте чаще встречаться и здесь, в студии, и у вас, на Moscow Raceway. Да, ждем вас в гости у нас на соревнованиях. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо большое всем. Слушайте, смотрите Страна ФМ. До встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok